А еще, знаете, иногда в трудных каких-то жизненных ситуациях, непростых, особенно если эти ситуации не зависят от тебя, когда ты, ведь гораздо проще, когда ты в чем-то виноват, и ты как-то можешь это нормализовать там и так далее, а когда это не зависит от тебя, и ты ничего не можешь сделать, это как погода, как дождь или как какие-то ненормальные там проявления других людей, да. Да, я с опытом жизненным и со временем, с возрастом, я научилась терпеть, и вы знаете, тоже помогает, очень хороший способ, ты прям понимаешь, и ты понимаешь, есть же такая молитва замечательная, что Боже, дай мне изменить то, что я могу изменить, да, и там вытерпеть то, чего я изменить не могу, и собственно это очень какая-то настоящая мудрость, потому что это тоже, вообще тоже как и, ну как и тело, надо же там и душу, и характер тоже надо развивать, и какую-то делать, то есть мы на самом деле можем больше, чем привыкли, да, воспринимать, поэтому для меня вот это вот, я как-то научилась, если раньше вот я была нетерпима в каких-то вопросах, я научилась обтекать, ну вот я научилась держать удар судьбы, терпеть и смиряться, вот понимать, что да, это так, и это, ну как бы я не виновата, слава Богу, но мне придется, вот знаете, у нас такое было в институте, у нас наш педагог говорил, такое замечательное, ужасное, я долго не могла понять, что это значит, он говорит, на сцене, вот если ты обосрался, стой, вот обосрался и стой, ужасное какое-то выражение, я долго его не могла понять, до конца так и не могу понять, как это, что это значит на сцене, но в жизни, вот я как бы это очень четко понимаю, что если что-то такое происходит, иногда нужно просто стоически, мужественно выдержать, вытерпеть, и потом все равно наступает утро, новый день, дождь или там смывает, или солнце осушает и так далее, то есть как-то, вот это для меня тоже очень такая полезная штука.